Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный, и у нас продолжение игрушки ДИГО СОБЛАЗНИТЕЛЬ! Сегодня у нас седьмой эпизод Дневное Знакомство. Солнечный день в парке, и ты замечаешь прекрасную незнакомку, которая идёт одна. Если у тебя шанс на свидание с ней, назначить свидание на прямо сейчас или взять номер. Ну вообще-то да, в парке прямо свидание и начинается. Поехали. На каблуках! Девушки просто так на каблуки не одевают, сразу говорю. Она хочет понравиться. Вы не представляете, как неудобно ей идти в этих каблуках. О, сколько это усилий! Вот она из тех, кто красотой требует жертвы, она жертвует нормальными передвижениями. Мне не нравится, когда девушки надевают каблуки, потому что это им неудобно. Мне нравится, я считаю, правильно, чтобы девушке комфортно было рядом со мной. Поэтому кроссовочки лучше. А она, видите, на каблуках идёт. Подойти к ней. Это, кстати, ещё и говорит о её внутренней неуверенности в себе. Следовать за ней пару кварталов, пока она не познакомится с тобой. Это вообще странно. Вот это называется преследовать девушку, знаете, и быть маньяком. Не надо так делать. Подойти к ней спереди. Давайте. Да, отлично. Конечно, тебе нужно быть спереди и также собрать внимание на расстоянии между нами, потому что она должна быть достаточной, чтобы комфортно замедлить. У меня была ситуация в парке, когда девушка шла, получается, я шёл в парк, и она шла по тому же направлению. Я её догнал чуть-чуть, и она мне понравилась. Она высокая такая, блондинка, крутая. Я просто рядом шёл с ней, повернулся и сказал, ты очень классная, вот, красивая, всё это. И с этого уже начинается отношение, понимаете. Не заморачивайтесь о том, с какой стороны подойти. Так, как удобно, так, как идётся. Вот рядом проходите и говорите, не надо слишком приближаться там. Вот единственный, наверное, момент, это сзаду не надо за ней идти, на каком-то расстоянии, вот что-то такое. Сбоку подойти, спереди, спереди и сбоку, это всё хорошие варианты. И они сработают, если девушке вы нравитесь, понимаете. Я увидел тебя и просто хотел сказать, что ты очень хорошо выглядишь. Кстати, именно так я и знакомился. Работает. Меня даже удивило, что, вау, сработало, оказывается, да. Я должен сказать, что у тебя одна из самых сексуальных походок, которые я видел. Ой, как же ей тяжело даётся эта походка. Вы видите, там какая, там камни, там, там, это ужасное место для того, чтобы идти на каблуках. Там, там вот эта черепица, там углубление на каждом этом. Споткнуться очень легко. Я ей, я соболезну этой девушке, что ей надо идти в каблуках по такой местности. Ну, вернее, я бы её так бы не мучал. Зачем она себя решила так помучать? Зачем она, бедняжка, это делает? Ну, не надо, ну пусть она себя пожалеет. Извините, ты очень, извини, ты очень привлекательная. Я могу взять твой номер? Можно так подойти? Вы думаете, не сработает. Ну, вот, ну, снова таки, нравится сработает, не нравится с ней сработает. Поднять её. Это странно, не надо её поднимать, вы незнакомый человек. Зачем это делать? Я просто увидел, это вот тоже шоу, идти за ней несколько кварталов по пятам. Это неадекват. А вот это всё нормально. Ну, про сексуальную подходку такое себе. Вот А и Е пока хорошие. Я просто увидел тебя, и если бы не подошёл и не поздоровался, то сожалел бы об этом весь день. Ну, нормально так, ей приятно будет, это хороший подход. Но он скажет, что типа, слишком себя ставите. На самом деле можно. Снова таки, знаете, есть пафочные фразочки какие-то классные, и многие их высмеивают, в Ютубе говорят, что они не работают. Вот, снова таки, они не работают, если вы подходите ни к той девушке. Есть девушки, которым понравятся такие фразочки. На которых это будет работать сейчас, в любой, и через 10 лет ему будет работать. Просто типаж, понимаете, есть типаж девушек, которым это понравится. Это, ну, есть такой типаж. А если вы подходите и говорите тем, которые не типажные, которым это не нравится, то они просто расхохочутся. Вот, соответственно, частая ошибка, то, что вы неправильно подбираете способ подхода к какой-то определенной девушке. То есть, девушка, например, романтичная, а вы сразу начинаете подходить, типа, покажу свой член, да. Или девушка, наоборот, раскованная, а вы подходите к ней, типа, так, знает, вы такая интеллигентная, я хочу с вами поговорить о ядерной физике. Пожалуйста, расскажите, давайте я вам расскажу. Видите, ну, вот это частые ошибки, которые допускают. Так, у тебя секса... Нет, про походку я не хочу говорить, это ужасно, ей тяжело. Я увидел тебя и просто хотел сказать, что ты очень... Да, вот так я и... Как я в реальности делал, так я и сделаю здесь. Он стоит в парке. Привет, извини. Да, просто я увидел тебя и подумал, что ты выглядишь очень красиво. О, хорошо, спасибо. Отличный выбор фразы для знакомства. Она не слишком прямолинейна, если реакция будет положительной, а ты направляешь дальнюю шубеседу в нужное русло, то она остановится по пожелать. И это большие шансы на успех. Я скажу, меня зовут Ричард, кстати. Мне окей, ты приятно познакомиться. Тоже, что ты сегодня знаешь. Я иду встречаться с другом. Вдруг, парень или девушка? Это девушка. Окей, хорошо. Если не возвращаешься, я задам тебе порогу в парке. Ты на каблуках и в платье. Почему? Я только что была на интервью. Действительно, ты ищешь работу? Я, Сэм. Да. Ну и что? Что она была на работе? И зачем? Ну, то есть устраиваться на работу не надо надевать для этого каблуки. Она надела на каблуки, чтобы выглядеть более привлекательной. Она хочет быть более привлекательной. Она не уверена в себе. И кроме того, если она идет на каблуках, значит она хочет понравиться. Если девушка идет на каблуках, это признак того, что она хочет понравиться. Поэтому с ней можно знакомиться. Ну, единственное, как вы еще слишком грубо подойти Если вы подойдете достаточно спокойно Вот, например, вы красивая и все это А она вполне остановится Тут я с ним согласен Угадать, что она хочет устроиться работать с трепетизершей Нет, нет У нее вполне приличные Вот всех девушек, которых он подобрал Они в основном достаточно приличные Самая, наверное, раскомплексованная была Это вот Анастасия Ну и то, это весьма-весьма Например, на корпоративе я видел девушку У которой вообще, ну, сиськи фактически чуть ли не выскакивали Такие большие, красивые сиськи, сто процентов Но не настолько открыты были декольте Вот тут это да Жаль, у нее был мужик Вот если бы не было Я бы подошел бы к ней, конечно Постарался бы познакомиться Но не все это возможно сделать так Сказать, что она точно И музыка была паршивой Какая же отвратительная музыка была И холодно еще Ну, ладно У меня много оговорок есть Поэтому Сказать, что она точно получит работу Потому что она выглядит очень элегантно Не надо обманывать Вот это, знаете Это может сработать Это может не сработать Вы не знаете, как сложится жизнь И она не знает Если вы ложно скажете Ну, не сработает И все, на этом все закончится Поэтому Я не люблю вот таких фраз Которые неизвестно Сработают они или нет Сказать, что она выглядит Ну, можете сделать Почему Такое вполне работает Мне просто не нравится Сказать, что она выглядит Очень привлекательно Поэтому любой работодатель Будет рады Причем здесь привлекательности Она что Секретуткой Нанимается работать Ну, если нанимается Ну, тогда да Она хочет С парнем встречаться И на работу идет Потому что она должна быть привлекательной Она об этом думает Спросить, почему бы ей не найти Богатого парня Спросить, какую работу она ищет Что она хочет Устаться работать Какую работу Я бы вообще не вел Разговор по поводу работы Я бы перевел бы разговор По поводу Спешит она или не очень Какой отдых Вот, типа Куда они идут Отдохнуть С подругой Вот это не очень интересно То есть она идет С подругой Увидеться У тебя есть пару минут Может, ты идешь на встречу Мы пройдем Прогуляемся Да, пообщаемся Чуть-чуть Ну, вот так вот Сказал бы, скорее всего Про работу Зачем Так, а какую работу ты ищешь Я хочу быть администратором В ресторане Кстати, в этом случае Тебе действительно нужна больше информации Так что задавай еще один вопрос Это правильно Нет, я не согласен Ты говорил, что у тебя будет интервью Где именно? Да, в ресторане, который находится Вон там Там же ресторан на парке, верно? Да, точно Он довольно шикарный Да, это хорошее место для работы Мне оно нравится Это ресторан итальянское Да, ошибаюсь Совсем неестественное общение Отлично Потому что это очень вкусно Для меня Сработал Типа Я бы Работал бы Я бы быстро поправился бы Мне нельзя много кушать Поэтому вот так вот Смотрите Что здесь неестественного Во-первых Если она идет к подруге Встретиться То гораздо естественнее Пойти вместе Сказать, что Давай пообщаемся Ну, ты пойдешь Вот к месту с подругой Мы вместе пообщаемся Вот поговорим Вы потом дальше пойдете Ну, если интересно пообщаться Пообщаемся Обменяемся телефонами Потом встретимся Вот Вот так вот как-то То есть это удобно Потому что Если ее здесь остановить И задерживать Она будет волноваться Вовремя ли она придет к подруге Поэтому Такой вариант Во-вторых Что неестественного Вот вы встали Посреди дороги И они как два дурачка Стоят И базарят посреди дороги Водопад на заднем плане Повернись ты на водопад И она повернется Вы будете смотреть На водопад красивый И разговаривать Вот понимаете Он на уровне любителя Он что-то знает Что-то может Но он называет себя Этим Суперсоблазнителем Нет Нет, 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 нет Чувак Ну, 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 нет Даже я не называю себя Суперсоблазнителем Потому что я знаю Что есть ребята Гораздо круче меня уровня Да, у меня хороший уровень Я достаточно высоко И в этом разбираюсь Просто Достаточно печальные ситуации У меня в жизни бывали Поэтому Сложно Но, тем не менее Я знаю, как это делать Я могу это делать Я многие вещи делал И многие вещи Которые он даже и подумать не может Что можно такое делать Вот Поэтому Ну, и я не называю себя Суперсоблазнить Да, и не надо мне Этот статус такой Мне нравится Когда делишься С впечатлениями И поймаешь Я, да, разбираюсь В этой теме И стараюсь На одном уровне Рассказать Что-то показать Вот это более нормально Вот Поэтому Нет Ну, просто любитель Он Ну, хороший предприниматель Сказать, что Ты знаешь Пару владельцев Ресторана В городе И можешь ей помочь Сказать, что У тебя есть Для нее работа Перевозить наркотики Может не понять Юмора Вот это плохая фраза Потому что Ты тогда переходишь Из разряда Возможных парней С которыми встречаться В работодателя А у нее начнет Сразу включаться Вот эти штуки Что типа Ой, давать работодателю Это как-то будет не так Это за деньги То есть Вот эти вопросы Это очень плохая фраза Если она Ну, нормальная девушка Не та, которая продается За деньги Если та, которая продается За деньги Это пойдет Но Я бы не рекомендовал Бои использовать Предложить ей Работать на тебя Говорить Готовить И предоставлять Другие услуги Снова таки Слишком пошло Многие парни Выберут такое Типа поржать Это круто Это мы такие Мачо Вот все Но это оскорбительно Ничего хорошего Из этого не уйдет Понятно Удачи Я знаю Я знаю Несколько владельцев Ресторанов Они тоже Сначала были Администраторами Классно Надеюсь Ты устроишься В хорошие рестораны И я смогу Там поесть Есть бесплатно Забавная шутка Давайте ее и возьмем Я надеюсь Ты получишь Хорошую работу Да Спасибо Но только потому Что я рассчитываю На бесплатный еду Я скажу Я знаю Кейт Она разрешила Дать мне немного еды А Заплатит По такому же Это странно Окей Я просто шучу Но было бы круто Ты смешной Ну да Это нормальная шутка Отлично Это забавный ответ Она рассмешает И это лучшая реакция Да А кем работаешь ты? Я продавец Вот да Это неплохо Что ты продаешь? Сейчас я продаю Программное обеспечение Вообще Я начал с продажи машин И даже Думных стеклопакетов Это было раньше Но сейчас У меня более расслабленная работа И довольно хорошая Мне нравится Быть продавцом хорошо Ты встречаешь много людей Да Верно Скажи Я недавно говорил с друзьями Они тоже сейчас Ищут работу И они говорят мне Что Вообще-то Жаловались все время На иммигрантов Что ты думаешь Обо этому поводу? Причем здесь иммигранты? Зачем он про них Вообще вспомнил? Вот этого делать не надо К чему здесь иммигранты? Он бы еще Вспомнил Политику Древнего Рима Нет Это вообще не в тему Зачем это было? К чему это? За иммигрантов? Против иммигрантов? К чему? Я если вспоминаю Какую-то Политическую тему То она как-то связана Вот допустим С тем что На ютубе цензура И я вспоминаю Что Ну типа Демократия же Она без цензуры Да Но на самом деле Цензурой запрещено Что-то показывать Вот в этом ракурсе Вспоминаю политику Тут К какому лесу Это политика? Я этого не понимаю То есть Ну про иммигрантов Зачем? Против иммигрантов? Выбери ее точку зрения Так чтобы Она оказалась Противоположной твоей Зачем это вообще? Это Это дичь какая-то Я вот этого не понял Я думаю Что все нормально На самом деле Мне нравится Эта идея Потому что Иммигранты Приносят Многообразие А это важная вещь Мне нравится Почему Это должна быть Противоположная вещь Я к иммигрантам Отношусь нормально Если это Легальные иммигранты То есть Легальные иммигранты Я общаюсь С студентами Иностранцем И к ним хорошо Отношусь Поэтому Я за дружбу народов Я за дружбу рас Если Была бы классная девчонка Я бы встречался С африканкой И вполне Даже Детей завести Почему можно Это круто Ну вот Согласиться с ней Да На самом деле Я полностью согласен Думаю Ты права Очень неплохо Помни согласиться Это нормально Если ты вдруг Придумаешь что-то другое Тогда Обязательно Так и скажи И постарайся Объедить Логичным Это будет вариант Покруче А пока Неплохо Херня полная Ну знаешь Несмотря на то За или против Тимирантов Есть какие-то Крутые Вещи Что говорят Вот например В Англии Очень много Индийской еды Она очень вкусная У нас есть И китайская еда А этого не было бы Если бы мы Не были Обществом Которое Порабощало Все остальные Поэтому это явно Положительная вещь Поэтому я очень голоден И может нам нужно Вторгнуться в Китай Или Захватить Индию Мы же ведь британцы Ну такие мы вот британцы Замечательные Но мы против иммигрантов То есть чтобы иммигранты Нормальные деньги у нас Работали Получали Мы против этого Раз он поднял тему иммиграции Я немного позволю себе Сатиры по этому поводу А так Англия замечательная страна Которая нагнула Множество стран в мире Когда-то ей это уукнется Кто-то когда-то И Китай И Индия Поставят Англию раком И будут делать с ней С разные неприличные вещи За все хорошее Что она делала в истории А англичане-то думают Что вот они такие хорошие Помогите Англичане У себя цензурируют Все плохое Что они делали Они запомнили только что Мы что-то хорошее делали В мире А плохое Типа не-не-не Ничего плохого мы не делали Вот так вот Между прочим Политика фашистов По геноциду Целых народов Это на самом деле Развитие Английской политики Которую они проводили В ряде колоний Поэтому немцы Получили за это Заслуженное наказание А вот американцы Которые Устроили геноцид Во Вьетнаме И англичане Которые устраивали геноцид Еще раньше В других колониях Не получили ответственности За это Вот так вот Он сам поднял Тему политики Ну а теперь Мы возвращаемся К теме Это такой Эфемизм Для слова Лесбиянка Чего Сказать что тебе нравится Более здоровая еда Сказать что тебе тоже нравится Мексиканская еда Я бы не сказал Я бы сказал Я хочу попробовать Мексиканскую еду Я ее никогда не пробовал Я ее часто есть не буду Но попробовать стоит Посмотреть что это такое Я больше за здоровый образ жизни Поэтому мне нравится Более здоровая еда Но мексиканскую еду Я бы попробовал бы То есть у меня такой БЦ вариант Совмещенный Я тоже люблю мексиканское еду, острое еда, энчеладо, и, конечно, так же так. У нас столько много общего. Да, круто. Скажи, ты готовишь? Нет, не особо. Да ладно, что насчет сварить айцо или омлет, другие блюда из яиц? Нет, я не люблю. Паста? Нет. Ты не умеешь готовить или ты не любишь? Я не умею и не люблю. Вау. Вот это херня, конечно, получилась. Снова такие, ну, они слишком искусственно стоят. Ну, смотрите вы на водопад. Подойдите, сядьте на лавочку, говорите на лавочке. Подойдите к месту, где должна ждать подруга. Смотрите, сколько вариантов можно нормальных сделать. Все лучше, чем вот это. Вот так они стоят только потому, что это постановка. Я подарю тебе кулинарные уроки. Она не хочет кулинарных уроков. Зачем? Очень жаль. Тогда лучше бы ты хорошо делал минет. Забавная фраза, но нет. Зачем? Зачем? Она не такая. Она... Ну, как сказать. Если ты будешь ее парнем, то да, она будет делать минет. Вот. Точно так же, как большинство парней, будут делать кунилингус. Давайте честно. Если мы говорим про то, что девушки делают минет, мы говорим так же, что мы делаем кунилингус. Да? Вот это уже равноправие. Раз мы разговариваем о пошлых вещах, то давайте немножко более равноправными. А вот так можно уже и о минете поговорить. Потому что мы делаем кунилингус. Ничего страшного, давайте. Это ничего, не каждый готовит. Например, не сегодня поесть ресторанья, доставка еды, микроволновки, готовая еда. Почти никто не готовит в это время, да? Ну, конечно. Ты правда считаешь, что это? Ты на самом деле на этом... Она может быть. 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 Не понял. Сколько вариантов можно по-любому говорить? Мне нравится. Интересно. А что ты готовишь? Мне нравится итальянская кухня, здоровая еда. Ясно, да. У меня есть несколько коронных блюд. Это круто. Я думаю, мужчины готовят лучше, чем женщины. Неужели? Да, все великие повары и мужчины. Да, это правда. Ну, ей нравится то, что ты готовишь. Вот это по-любому. Но ей не нравятся яйца вообще. Сказать, что мужчины лучше во всём. Бред какой. Какой реально бред. Мужчины точно лучше целуются поцеловать ее. Почему такие варианты? С чего вдруг ее поцеловать? Что это за дичь? Почему она так? Ни один вариант мне не нравится. С чего ее сейчас целовать? Еще не... Это рано. Рано в этом общении. Такое рано. Мужчины точно лучше целоваться. Ну, тут сказать, что мужчина лучше во всём. Это тоже дичь. Блин, не знаю. Я лучше ее поцелую, чем... Буду говорить с мужчиной. В одном мужчине тоже лучше. Это поцелуй. О! Как? Она с улыбкой это прямо сделала. Клево. Никогда еще так после знакомства с девушкой. Не начинай лапать мужчину за яйца. Это мировой рекорд. Но это должно было случиться не так. Вообще-то это круто. Да. Да. Это прикольно. Ну, мне это... Сказать, что мужчины лучше во всём. Блин. Ну, это... Это дебилизм. Серьезно. Такой же вариант, как и... Почему она за яйца его схватила? Вот это непонятно. Нет. Девушки так себя никогда не ведут. Если им что-то не нравится, они не будут хватать за яйца. Это... Это серьезно. Тем более про поцелуй. Это же не насилие какое-то там все. Это поцелуй. Даже если это неприятно. Ну, она тоже скажет, что-то странное делаешь. Вот. А тут она сразу за яйца схватила. А, какая пошлячка. Я даже не знал... Знаете, я не подумал бы, вот, общаясь с такой девушкой, что она такая пошлячка. И прям сразу... Сразу за дело может брать. Ну... Ну, правда, да. Не надо слишком тяжело хватать. Так я понимаю, это очень классно. Это очень хочется. Но нежнее, нежнее. Это... Это девушкам незаметно. Потому что... Ну, да. Может быть и что-то такое. У меня такой случай не попадался. Но такое возможно, что девушки начнут вас лапать. Меня лапали за попку. Да. Такие ситуации были. За член никто не лапал меня. Ну, в смысле, прямо вот в начале свиданий. Вот за попку просто так, проходя какая-то незнакомка, да, было такое. Которое мы далеко знакомы. Это так, знаешь, как на уровне просто знаем друг друга по именам и все. Такое тоже было. Но чтобы на таком уровне знакомства и хватать за... Член? Нет, такого не было. Скажи, что мужчины лучше во всем. Ну, дебильная фраза. Кроме того, мужчины хорошо готовят, можно вообще сказать во всем. Да ладно, ты же шутишь. Это похоже на шутку. Ну, давайте посмотрим, что я серьезно. Когда ты думаешь, в чем женщины лучше мужчины? Во всем. Дебильную, бодибилдинге, пауэрлифтинге. Это только одно странное. Формула-1. Нет, женщины. Вот это реально дебильный способ, но всегда испортить отношения. Конфликтность, это хреново. Актрисы, женщины лучше во всем. Юмор это всегда прекрасно, так что это верно умрет. Какой тут юмор? Вы разговариваете уже достаточное время и пора двигаться к заключению. Что? Откуда это заключение пришло? С чего оно вдруг пришло? Она к подруге шла. Почему она забыла про подругу? Вы стоите посреди... Ну, это нереально, ребят, это нереально. Она спешила бы. У вас было бы всего пару минут, если бы вы вот так ее остановили. Лучше было бы пойти вместе с ней. Это более реально. Это тяжело, но это более реально. Вот. Ну, то есть, а тут вы разговариваете уже минут десять. Да, и она не спешит к своей подруге. Вообще нормально. Нет. Нет. Ну, так оно не работает. И про то, что мужчины лучше... Я считаю иначе. Я считаю, что мужчины и женщины равноправны. И мужчины и женщины могут делать одну и ту же работу. Хорошо. Какое-то плохо могут делать. Есть женщины, которые лучше дерутся и могут навалять любому из нас. Даже мы здесь вместе соберемся, и эта женщина все равно нас наваляет. Есть женщины, которые могут нас всех вместе поднять. Вот. Конечно, если брать рекорды, какие-то самые сильные мужчины будут сильнее самой сильной женщины. Но, в целом, та женщина, которая самая сильная, она будет сильнее нас. Сто процентов. Поэтому... Больше про равноправие. Я бы никогда такого не сказал. Это его какая-то отсебятина и хрень. Я к этому негативно отношусь. Сегодня хорошая погода. Ты любишь отдых на природе. Пригласить ее к себе домой, так как там есть кровать. Пригласить ее на свингерскую вечеринку. Смешной вариант. Конечно, сегодня хорошая погода. Ты любишь отдых на природе. Вы уже на свидании. У вас уже природа. Зачем эти вопросы задавать? Мне не нравится вообще, как он... Понимаете, в прошлом свидании он себя вел нормально. Да. В этом это полный неадекват. То, что он говорит, оно в реальности будет какую-то дичь. Ну, то есть это дико выглядит. Все. Все. Вот все варианты мне не нравятся. Сегодня хорошая погода. Ты любишь отдых на природе. Зачем этот вопрос? А вы и так на природе. Зачем это спрашивать еще? Ну, ладно. Выбираем вот этот вариант. Ну, ладно. Выбираем вариант А. Правда, сегодня хорошая погода? Да. Ты любишь активную погоду? Или ты обычно слышишь дома? Нет. Я люблю гулять. Да. Видишь, я сейчас в парке. Да. И на каблуках. Вообще, я люблю ездить на велосипеде. У меня есть велосипед. Да. Мне нравится альпинизм. Ну, потому что это в Беларуси. Да. Активная. Да. Мне нравится. Я бы никогда не подумал, что ты любишь активный образ жизни. Ну, у тебя не очень длинные ногти, но ты выглядишь не так, как девушка, которая ведет активный образ жизни. Эта фраза должна стать частью любой беседы. Она может тебе встретиться много раз, может получить ее номер. Ты должен приключить беседу на занятия, которые ей нравятся, потому что так ты найдешь пару, где вы можете найти общие интересы. Ну, пару занятий, которые могут общие интересы. Ну, да. Расспрашивать за это и надо, чтобы находить общие интересы. Предложите покататься как-нибудь на велосипедах и оставить ей свой номер. Спросить, когда у нее месячный, чтобы сразу узнать, когда ее можно пригласить. Вот это крипово. Это даже с развратными не надо делать. Это вообще не надо использовать. Спросить, как лучше всего связываться с ней. Оставить ей свой Steam ID. Ха-ха. Да, она геймерша. Нет, она не геймерша. Ну, предложить покататься как-нибудь на велосипедах. Ну, нам будет… Давай договоримся, поэтому давай я запишу свой номер в свой телефон и потом ты мне позвонишь. Окей, окей. Вообще-то это уже первое свидание. Если вы начинаете, знакомитесь с девушкой и у вас получается в каком-то интересном месте, я сохранился как Ричард. Красавчик. Пар, красавчик. Окей. Хорошо. Гений. Нет, просто гений. Хорошо, я запомнил. Это просто тупо. Подумай сам, ты сейчас даешь без девушки, и она очень классная девушка, и у нее много пожаров, поэтому она может выбраться и перезвонить тебе, а может не перезвониться. Лучше у нее взять номер. Она идет на каблуках. Это говорит о том, что она не уверена в себе. У нее нет большого количества парней. Она хочет казаться такой супер привлекательной, супер горячей штучкой, но она сакомплексует. Иначе бы она делала удобную одежду. Так, поэтому предложить покататься как-нибудь на велосипедах. Я не понял, причем он здесь, смотрите, прикол с этим самым гений, можно было бы еще там добавить, филантроп, миллиардер, и таких нереальных штук сказать, и это как шутка. Она бы поняла бы. Вот, нормально сказать. Поэтому оставить ей свой Симон, спросить, как лучше всего связаться с ней. Серьезно? Нет, вот это нормальный был А вариант. Это даже был получше, чем Б. Я предлагаю следующее. Например, выберем день, когда будет хорошая погода, можем покататься на велосипедах, захватить пару еды, запитки, и мы устроили пикник. Вот, я даю телефон, напиши свой номер телефона. Окей, мы договорились. Вот. Что я хотел сказать. Когда вы встречаетесь... Да-да-да, это бриллиант, потому что ты так все сделал логично и круто. Молодец, ты сам себя похвалил, да? Молодец, сам себя похвалил. Потому что это он сделал. Суть в чем? Когда вы находитесь в таких местах, как типа парк, как типа центр развлекательный, где-нибудь на каком-то карнавале, на каком-то увеселительном мероприятии, не надо назначать свидание на потом. Все. В этом месте, когда вы знакомитесь, и начинается первое свидание. И она будет считать это как первое свидание, и вы считаете это как первое свидание. Прямо оно началось вот. Поэтому он делает неправильную штуку. Он переводит, что мы потом встретимся, хотя это еще свидание нормально не завершено. К этому надо относиться как к свиданию и завершить его как свидание. То есть если перешло в парк. Скорее всего в реальности получилось бы иначе. Вы бы пошли бы с ней подождать подругу, поговорили бы и там бы обменялись бы телефонами, чтобы потом увидеться, допустим, что-нибудь сделать вместе. Например, в этот же парк сходить и посмотреть там, покормить белочек, например, тех же самых, да? Нормально на этот посмотреть как его, на водопад. Это нормально, клевый вариант. Вот так было бы в реальности. Здесь был бы другой. Если бы она не спешила никуда, то прямо здесь в парке можно было бы начать свидание. И пойти погулять все это. И закончить это свидание уже даже поцелуем. Вполне. Постель это сомнительная вещь, но поцелуем вполне можно закончить первое свидание. Зачастую именно так и хорошо оно и заканчивается. Поэтому можно было так использовать. Вот два самых вероятных варианта. Ну а на этом все. С вами был плейбой атомный. Учитесь встречаться, учитесь знакомиться и до следующего эпизода. Субтитры создавал DimaTorzok